10 способов отследить эффективность видеоролика для бизнеса. Способ 1 это АБ-тест. Создали видеоролик продающий, который мы можем разместить на сайте. Для этого мы должны знать конверсию с сайта в заявку или, если ее не было, то прогнать трафик на 300-400 посетителей и увидеть, какая конверсия. 2-3-5%. После этого добавить видеоролик на сайт и еще раз прогнать трафик 300-400 человек и сравнить, увеличилась ли конверсия или нет. То же самое можно сделать, например, в mail-маркетинге, когда у нас есть просто письмо с текстом и письмо там, где есть превью с кнопкой play с переходом на видеоролик в youtube при нажатии на эту картинку. Когда мы добавили эту картинку, кликабельность конкретно этого письма стала выше или не стала. И то же самое можно отслеживать, например, в рассылках в чат-ботах. Так как самый важный параметр в продающем видео это конверсия и получение цена заявки, то мы можем сделать отдельную страницу сайта или лендинг или одностраничник по вашей услуге, которую вы продаете, и трафик с видеоролика, с рекламы, которую вы делаете, гнать только на эту одну страницу или сайт. На нем разместить отдельный номер телефона, который будет переадресовываться на основной. Таким образом мы можем узнать, какая будет конверсия и мы четко будем определять, как работает именно видеоканал с движением трафика на отдельной страничке. Скажем, если у вас сайт создан на каком-то конструкторе, то вы можете сделать просто копию страничку немножечко с другим названием и использовать ее для каждого источника трафика. Также мы можем добавить номер телефона, индивидуальный, отдельный, для ютуба, в шапку канала, в описании канала, в первых строчках описания под роликом или обозначать этот телефон в ролике и просить позвонить. Есть некоторые ниши, где иногда легче люди звонят, чем пишут. И здесь мы сможем четко отследить, что звонки были именно с ютуб-канала. Используйте UTM-метки. Их мы расставляем в каждом ролике индивидуальной. То есть мы делаем стандарт UTM-меток и меняем внутри них название видеоролика. Таким образом, когда у нас есть сайт, куда мы гоним трафик с видеоролика, у нас есть Яндекс Метрик и Гугл Аналитикс, которые присоединены и отслеживают то, что происходит на сайте, у них настроены цели, то есть, например, сколько было конверсий, то мы можем в табличке Яндекс Метрики посмотреть, что с конкретного ролика было столько-то переходов на сайт и было столько-то конверсий. Таким образом, мы можем сравнивать эффективность разных роликов и смотреть, какие конверсии у нас получаются. Если вы не разбираетесь в аналитике и только-только недавно установили Яндекс Метрику, то цель вы можете сделать самостоятельно. Главное, чтобы на сайте или конструкторе сайта у вас была страница «Спасибо». Все заявки, которые оставляются, должны переадресовывать человека на страницу «Спасибо». И мы ставим целью посещения этой страницы. Таким образом, мы определяем тех людей, которые оставили заявку. Хотите получить разработанный нами стандарт таблицы для отслеживания эффективности видеороликов на YouTube. Для этого переходите по ссылке под видео, оставляйте ваш вопрос по видеомаркетингу и продвижению бизнеса в YouTube, вообще любой, а также оставляйте ссылку на вашу социальную сеть Facebook, ВКонтакте, Instagram, чтобы мы могли вам скинуть нужный файл. А также подпишитесь на канал. Мы хотим получить обратную связь о том, какие темы, какие есть вопросы у наших подписчиков. И на самые интересные из них мы обязательно ответим в наших видеороликах. Представим, что все способы до этого довольно сложные, не получается реализовать. Тогда можно сделать так. Например, у вас идет органический трафик на сайт списковых систем или, например, тратится определенное количество денег на контекстную рекламу. То есть вы примерно понимаете, сколько в день у вас есть трафика и заявок на сайте. Потом вы к этому прибавляете трафик с YouTube канала, даете рекламу на видеоролики и смотрите, насколько больше у вас стало трафика и больше стало заявок. То есть сравнивайте с предыдущим периодом, вычитайте то, что было, и мы примерно можем определить, что нам дало вложение денег в видеомаркетинг. Так, например, мы анализируем результаты от работы с блогерами, потому что мы не можем определить, сколько конкретно людей подписались на наш YouTube канал, которые пришли с видеоролика блогера. Мы знаем, сколько только переходов. Чтобы это определить, мы знаем, что в этот день у нас крутилась реклама в Google Ads и у нас было столько-то подписчиков. И еще в целом каждые сутки органически к нам приходит еще столько-то подписчиков. То есть мы берем все подписчики за период, когда мы работали с блогером 3-5 дней после публикации и вычитаем все, что связано с органикой обычно и с Google Ads рекламой. У нас остается количество подписчиков, которые скорее всего пришли с блогера. Еще есть один вариант, это промокод, который вы можете предлагать и даже написать на шапке YouTube канала и предлагать и прописывать в роликах, как дополнительная мотивация перехода использования этого промокода. Промокод может давать скидку, бонус, маленький подарочек, какой-нибудь полезный PDF-файл. Ну, вы сами придумаете, что. Но, зная какой это промокод, мы сможем определить, откуда пришла данная заявка. Материал. При заказе указывайте промокод и получайте 7% к своему заказу. Чтобы подробнее погрузиться в понимание, как работают ваши видеоролики, мы используем аналитику в YouTube и в Google Ads. Например, в Google Ads рекламе, родной ютубовской, самое первое и важное, что мы должны ее соединить с Google Аналитикой, Google Ads. Google Аналитику соединить с YouTube, а YouTube с Google Ads. Сделай такой своеобразный соединенный треугольник. А также разместить от Google Аналитики код, пиксель на вашем сайте, чтобы мы могли отслеживать все, что нам необходимо. В Google Ads надо помнить, что мы можем нажать на настройку столбцов в отображении таблицы всех рекламных кампаний и смотреть, сколько было подписчиков, лайков, комментариев, репостов, повторных просмотров, переходов, кликов на ролики, удержания и многие другие параметры, по которым мы можем делать выводы, как заходило плохо или хорошо видеоролики и сравнивать их между собой. А в YouTube Аналитике мы можем видеть, сколько было подписчиков с каждого ролика, сколько подписчик органический или с AdWords рекламы у нас стоил, а сколько у нас стоило взаимодействие с роликом, то есть лайки, комментарии и прочее, сколько стоил переход на сайт. А также очень важно смотреть в Аналитике YouTube удержание на ролике, то есть на протяжении ролика, что интересно зрителям, а что нет, где люди начинают перематывать, а где люди начинают, зрители, просто уходить с видеоролика. Из этого вы сможете сделать выводы, что интересно зрителю, что нет и как в следующий раз ролик сделать интересней, чтобы у него было выше удержание. Также помним, что у нас кроме YouTube есть Facebook и Instagram, поэтому рекламный ролик мы можем разместить там и там тоже есть своя система аналитики. Мы можем отследить и удержание, и количество кликов, и количество посещений страницы. Если мы дополнительно настроим, мы можем отслеживать сразу и цену конверсии, то есть составление заявки, посмотреть, как работают разные рекламные компании, сравнить их между собой. Но если мы создаем не продающие рекламные ролики, а в большей степени работаем через полезный контент, влог о вашей тематике и нише, то здесь результат отследить бывает довольно сложно. Один из способов это получать обратную связь и обязательно это отмечать в отделе продаж от менеджеров по продажам и при общении с вашими клиентами, банально задавая вопрос, откуда вы о нас узнали. Даже может быть напрямую спрашивать, а вы вообще видели наши видеоролики, вы знакомы с нашим каналом? Отсюда можно сделать вывод, насколько видеоролики повлияли на принятие решения, оставив заявку и обратиться именно к вам. И десятый способ это сквозная аналитика. Когда мы можем через систему аналитики отследить, что человек, например, посмотрел видеоролик, потом он перешел через поиск, а потом он где-то попался на рекламе в фейсбук, перешел и оставил заявку и купил. Но мы можем видеть, что этот человек пришел изначально, первое касание было связано с ютубом. И если настраивать всю эту систему аналитики, часто эффективность каналов разбивают на их количество по процентам. Если, например, у нас работало три канала, которые сконвертировали в клиента, значит мы можем их разбить на 33% участия каждого из этих каналов. И самый ценный обычно является самый первый, поэтому эффективность можно менять. Про сквозную аналитику, про ее настройку, это тема для отдельного ролика. Напоминаю, что мы разработали специальную таблицу для анализа эффективности работы с ютуб-каналом, и вы можете ее получить. Для этого переходите по ссылке на видеоролик, оставляйте в комментарии ваш вопрос, та тема, которая вас интересует, видеомаркетинг или продвижение бизнеса с помощью видео, тема, связанная с ютуб, любой ваш вопрос. Также оставляйте ссылку на вашу социальную сеть, куда вам скинуть этот файл и подписывайтесь на канал по видеомаркетингу для бизнеса.